На сегодняшний день мы видим, краны выпускаются с моторчиками, так что все в порядке, не переживайте, все хорошо. Завод, видимо, услышал ваши комментарии и решил, Денис попросил, поэтому по просьбам, так сказать, людей, эксплуатирующих нашу технику, не будем переходить на ручной моторчик. Пока все хорошо. Ну, в общем, я еще хотела сказать, что у нас есть подписчик Юра СССР, у него есть свой канал, и он очень часто показывает нашу спецтехнику и у себя, и нам отсылает видео, снимает. Так что, если вам интересно, заходите на его канал, канал так и называется Юра СССР. Здравствуйте, вы на канале Урал Спецтранс. Здравствуйте. Алексей, вы уже помните, знаете, спец по кранам, и сегодня мы хотели рассказать про Челябинск 16 тонн, и я вот разговаривала с механиками, они говорят, что лет 7, наверное, такой не видели, или вообще даже такого не было у Челябинск. Вообще такого не было раньше, да. Это правда, да? Да, они сделали новый кран 16 тонн, так что мы сегодня вам его покажем. Это новинка, которую, в принципе, может быть, все ждали, но он такой 16-тонник, не шибко обычный. Мы вам сегодня про него и расскажем. Ну, он меньше, легче, соответственно, дешевле. Нет, обычно было наоборот, то есть из 16-тонников делали краны 25, там и выше, а тут история была другая. То есть был 25-тонный кран, и из него делали 16-тонник. Да? Да. То есть цена меньше не стала... Нет, он подешевле, конечно, то есть там, да, но все, так скажем, запас прочности у него достаточно солидный. То есть это 16-тонник такой с солидным запасом и по металлу, и по всем, по гидросистеме, по всем элементам применяемым. Ну, сейчас конкретно мы вам покажем, что там конкретно. Ну, вот даже первое бросается в глаза, даже вот эти рычаги расположены не так, как обычно, да? Или там они? Оля, она говорит, давай с конца начнем с рычагов. Увидела их? Нет, просто увидела, да. Рычаги дублируются у этого крана, получается, у него с двух сторон. То есть можно выдвигать аутриггеры как с правой стороны по ходу движения крана, то есть это удобно. То есть ты стоишь и видишь, вот у тебя аутриггер, вот у тебя рычаг. Выдвинул эту сторону, пошел на другую, с другой стороны так же. Такая система, то есть надо приподнять его, опустить. Это штатный распределитель, который здесь установлен. И мы видим вот эту систему тяг. Она знакома всем, кто знаком с манипуляторами с двух сторон. Это еще японцы придумали на старых, вот этих воровайках, которые были. Поэтому вот так механический завод Челябинский решил повторить эту схему достаточно удобно. Думаю, что все крановщики скажут спасибо за это. Вот. Там еще свет есть, что ли? Да, здесь есть свет, включается. Но у нас масса не включена. И здесь еще есть. Фонарик какой-то не включен. Вообще здесь делали светодиодную ленту. А вот она, наверное, просто она в пакетике. Да, скорее всего. То есть ее надо размотать. Ее, когда, видимо, подкрашивали, ее установили. Вот она. Светодиодная лента. То есть тут достаточно ярко в этом ящике. Ну, это у нас уровни мер. Это штатно стоит на каждом кране. Чтобы можно было видеть. Он в кабине крановщика стоит и здесь стоит. Ну, ящик тоже закрывается необычно. То есть никаких этих застежек нет. То есть он под своим весом. Раз и все. Ну, такая удобная схема. Таких нет на других. Ну, все ящики всегда проблемны. То есть вот эти застежки, они все время ржавеют. Они отламываются. Они там в грязи. Где-то на морозе или где-то в снегу. Их тяжело закрыть. А здесь просто все. Ну, посмотрим, как приживется такая схема. Ну, коль мы сзади зашли этого крана. Мы видим, что аутриггеры у него расположены под большим углом. То есть обычно, видите, вот эти шахты, в которых они помещаются. Они здесь сделаны под углом 7 градусов. Обычно делается 4. Я специально у конструкторов это дело уточнял. Они говорят, да, вот 7 градусов получается. А это такая штатная схема. То есть 16-тонник был кран Ивановский. То есть у него тоже вот так вот сделано. Во-первых, легче выходят из шахты аутриггеры. То есть им проще оттуда выскользнуть. Во-вторых, то есть получается, когда кран уперт, на большем углу, угол получается у него опоры больше. Ну, он более устойчив. То есть у нас здесь, получается, буква Г. Вот он и вышел. И достигается еще тем, что можно применить гидроцилиндр с меньшим ходом. То есть когда он уходит у нас наверх, у нас вот это расстояние от земли до нижней точки вот этого опора, оно достаточно большое. Если делать, допустим, 4 градуса, тогда придется вот эту точку опоры опускать ниже. У нас страдает проходимость. А здесь такого нет. То есть он уехал, соответственно, под этим углом у нас приблизился этот шар вниз. Соответственно, ход цилиндра можно взять небольшой. Ну и как бы это и дешевле цилиндр, и проще. Здесь, получается, в этой части, ну как бы на заднем свете мы видим, максимально развели опорный контур, чтобы он был, скажем, на крайних точках. То есть мы видим, что он практически на заднем свете. То есть вот длина его для устойчивости крана сделана максимально, сколько можно вместить на это шасси. Вот здесь также гидрозамок стоит сверху. То есть удобно его обслуживать, смотреть. То есть кран достаточно прозрачный. То есть вот большое преимущество в этом кране то, что все детали и узлы они на виду. Гидрозамок сразу виден. То есть его можно для ежедневного обслуживания сразу посмотреть, поправить. Видно все рукава высокого давления. Которые вот у нас в шахте находятся. Тоже, когда крановщик приступает к работе, он обязан пойти посмотреть, все ли у него в порядке. Нет ли у него где течи. И после этого начинать работу. Так, ну в задней части потихонечку идем наверх. У нас сегодня так сумбурно все получается. Почему? Это я все сбила, наверное. Так вот, начало с самого начала все. Давай вот про это рассказывать. Надо как было положено. Начать сначала с кабины, с КамАЗа. А нет, все с конца. Лебедка, значит, то, что вот я говорил, идет унификация с линейкой кранов 25 тонн. То есть вот эта, по сути, лебедка, она применяется такая же на кране 25. Единственное отличие, что вот этот гидромотор, который в левой части входит, этот планетарный редуктор, он просто берется другой мощности. Ну и передаточное число вот в этом планетарном редукторе на 25-тоннике, оно немножко другое. А внешние габариты вы разницу не поймете. То есть 25 тонн и вот этот 16-тонник. Лебедки одинаковые. Потом, что еще из унификации. Опорно-поворотный устройство АПУ, получается, вот эта шестеренка большая, она тоже идет от 25-тонного крана. То есть 40 отверстий для крепления шарикового типа внутри. Ну и есть вот эти вот масленки для того, чтобы ее обслуживать, смазывать. Механизм поворота тоже планетарного типа. То есть он весь снаружи. Вот она шестерня, получается, ведущая, которая у нас вращает. За кожухом ее не видно, но тоже ее сделали за хорошим кожухом. Вот этот механизм, он тоже покупной. Не стал завод ничего придумывать. Он практически на весь срок службы крана 10 лет. Надо проверять масло. Есть заливное отверстие сверху и снизу. То есть чтобы в гидро- вот этом моторе было масло постоянно. Ну и смогли смотреть за планетарным редуктором. Тоже у него вот сливное отверстие. Вот под шестигранник мы видим, да? То есть если надо заменить масло. 3 литра масла в нем. С одной стороны и с другой. С другой стороны у нас получается заливное отверстие. То есть следим по наличию масла. Смотрим, чтобы не было течи, не перегружаем. И вам на 10 лет работы крана этого достаточно. Дальше так плавно мы идем. К началу. К началу так спускаемся, да. У нас привязан ящик. Кран собрался уже в дорогу. Он идет покупателю. Работать он будет у нас в Иркутской области. И он через несколько дней уедет. Здесь есть место для того, чтобы закрепить подъемный стол. Подъемный стол для дополнительных противовесов. То есть это автокран линейки серии Плюс. Соответственно, вся серия Плюс, учителяемость экранов, она снабжена возможностью установки дополнительных противовесов. То есть на заднюю часть мы видим... Вот покажи вот эти вот отверстия. То есть у нас есть места для крепления системы подъема дополнительных противовесов. То есть вот на эти вот уши специально выставлены, рама продлена. Здесь ставятся такие гидроцилиндры, которые захватывают противовес. И кран начинает работать практически как 30-ти тонны. Но дополнительные противовесы везутся отдельно. То есть у нас такие вопросы звучат постоянно. Почему нельзя возить? Во-первых, не позволяет шасси, раз. Все равно противовесы, они достаточно тяжелые. То есть там как минимум на этот кран применяется два противовеса. То есть они общей массой 5,3 тонны, насколько я помню. Если это нагрузить на шасси, то нагрузка на мосты, на колеса, на диски, она возрастает многократно. Соответственно, это рано или поздно выйдет из строя. Это раз. И второе. Но сегодня идет борьба с лишним весом для того, чтобы была возможность проезжать по весовым. То есть у нас кран должен быть максимально облегчен. Это два. И третье, то есть 16-тонник, почему еще его покупают, это возможность двигаться по бездорожью. То есть его полная масса, она меньше, чем у 25-тонного крана. Она, по-моему, даже меньше 20 тонн, 19 с чем-то. То есть вот эти там 3,5-4 тонны, которые выигрываются именно на этой конструкции, они позволяют этому крану гораздо лучше преодолевать бездорожье. То есть он уже может заехать гораздо дальше. Благодаря тому, что он легче. А чем лучше кран и манипулятор, например? Манипулятор, он еще и полуприцеп тянет, а это только кран. Манипулятор, да. То есть он нужен для того, чтобы быть универсальной машиной. Кран используется больше в таких работах, в технологиях, где нужно постоянно много разгружать. То есть подходит транспорт, нужно разгружать. Либо где-то при строительстве, либо при монтаже. То есть вот он стоит, он чего-то поднял. И значит у него вылет все равно у этого крана получается побольше, 18 метров. То есть самые большие манипуляторы у нас тоже с таким вылетом. Это вот одно из преимуществ. То, что на полном вылете этот кран, он может поднимать, допустим, там где-то 600 килограмм, может быть полтонны. Манипулятор так не поднимет. То есть у крана все равно, у автомобильного грузоподъемность выше, чем у манипулятора. Манипулятор хорош, но для таких небольших грузов, на которые, так скажем, время на их погрузку-разгрузку не такое критичное. То есть кран все-таки работает на каких-то монтажах, на еще каких-то вещах. Допустим, там капитальный ремонт скважин. То есть там вот буровые насосы привозят, их разгружают. То есть постоянно, то есть они собрали, отремонтировали скважину. Надо разобрать, все снова увезти. Это у них такая жизнь, они постоянно мотаются по этим командировкам эти краны. А 16-тонник, люди считают то, что не надо 25, соответственно, то есть есть постоянные грузы. К примеру, вот этот кран пойдет работать на такую работу, что есть точка приема груза, железная дорога, есть река, и он стоит в этом месте. К нему постоянно приходят грузы в контейнерах, в каких-то, значит, еще в каких-то мешках насыпной. Допустим, какие-то эти смеси или еще там сементные смеси. Ему нужно просто с транспорта на транспорт. С одного транспорта достать, в другой поставить. Я сбила все сразу, с самого начала. Применяется такое, значит, что оставили. Завод изготовителей говорит, коли мы пошли в облегчение конструкции, мы не будем убирать ни фаркоп, ни выводы на прицеп. То есть на сегодняшний день как бы рассматривается возможность позволить легким кранам перевозить за собой прицеп. То есть до этого момента нельзя было. То есть даже в руководстве было написано, что кран не предназначен для перевозки прицепов. То есть даже были такие оговорки о том, что он даже там не может буксировать, даже кого-то там выдернуть. Даже вот фаркопов не было раньше. Ну раз здесь оставили, значит, втихаря можно? Да. То есть здесь оставили. Тут не втихаря, пожалуйста, цепляй ей. Ну раз нельзя вроде как, вдруг увидят, кто ГАИ. Ну это было ограничение в плане того, что и так машина была сильно нагружена на шасси, и соответственно у нее уже запаса по мощности двигателю и по нагрузке на оси не хватало. А в этом случае кран получился легче, соответственно можно зацепить прицеп и что-то вести. То есть это возможность дополнительная. Думаю, что в этом направлении завод будет работать. А у нас же еще помнишь, была тоже, наверное, не помнишь, нельзя было вешать люльки на кранах. Да. То есть это вот 10 лет назад, то есть кран, люлька, кран, это были такие вещи несовместимые. Пожалуйста, прошло время, сегодня. 10 лет прошло, да? Да. Теперь можно. Все говорили, что мы же убьем с вами рынок вот этих вышек, которые поднимают. Ничего, никого не убили, вышки стали лучше, но еще появилась возможность вешать на кран, поэтому все нормально. Так, что еще мы покажем? Ну, давай все-таки дойдем до начала крана. Здесь тоже есть одна такая забавная вещь, которая не свойственна автомобильным кранам. Ну, то есть мы видим, что количество блоков у нас в крюковой подвеске и на головке стрелы всего две. То есть зачастую у 16-тонников было их как минимум три. Если подойдем к 25-тонникам, то там тоже будет их три или четыре, в зависимости от модели. То есть это говорит о том, что как раз это результат унификации 25-тонных и 16-тонных кранов усилия грузовой лебедки достаточно при вот такой двукратной запасовке для того, чтобы поднимать 16 тонн. То есть мы сразу облегчили конструкцию, ну, тут не сильно намного, но тем не менее, то есть убрали два блока оттуда и отсюда. Плюс у нас количество каната, раньше все время на 16-тонных нужно было 140 метров, а тут 120. То есть количество канатов на 20 метров уменьшилось. Каждый метр такого каната порядка, по-моему, 7 и 8 килограмм он весит. Вот можете посчитать, насколько облегчился кран благодаря применению такого каната. Канат ГОСТовский обычный, по ГОСТу 2688, то есть нет проблем найти его. То есть там оцинкованный, не оцинкованный, это уже дело вкуса. То есть, ну, я так понимаю, оцинкованный нет смысла оставить там такой кран. То есть обычный, хорошо смазанный канат, если, конечно, его смазывать, он прослужит у вас 3-4 года смело. Ну, если, конечно, не рвать его, косое натяжение не делать. Еще одна забавная вещь хочу. Что-то у меня сегодня забавное все слово какое-то, оно мне не нравится, а я повторяю. Вот с той стороны видно его. Сверху на стреле мы видим кожух. Вот отсюда его видно. Вот сюда сними. Вот где написано 16Т, там есть такой кожух. Значит, он закрывает место, где идет настройка канатов задвижения стрелы. То есть, как правило, если кто помнит, 16-тонные краны там ивановцы, клинцы, то есть у них канаты задвижения, они видны. То есть, стоят две такие резьбы снаружи с двумя гайками. Этим регулируется натяжение канатов выдвижения на стреле, задвижение там в конце регулируется. Здесь применена схема, что сверху, ну, чтобы там дождик на них не попадал. Но хотя я думаю, что все равно будет попадать. У меня такое чувство. Что если там снег мокрый накапает, поднять стрелу, то он туда зальется. Ну, посмотрим, как будет работать. Такое нестандартное решение. Посмотрим, как будет в дальнейшем. С той стороны расскажем про гидробак, про систему. В системе крана применены гидроцилиндры достаточно такие, ну, можно сказать, с меньшим объемом гидроцилиндров, вернее, объемов масла. То есть, я уже рассказывал, что гидроцилиндров, которые опорные, он стал меньше, благодаря тому, что они на косо выезжают. Подъемы стрелы тоже применен, как от 16-тонного крана, похоже, как на ивановцы стоит. И выдвижение стрелы, он тоже 5-метровый. Соответственно, применение меньших гидроцилиндров привело к тому, что объем штоковой полости уменьшился. Соответственно, объем жидкости тоже, который гидравлический находится в системе, он тоже стал меньше. То есть, в нем 300 литров жидкости. Гидравлическая, вот это бак. Значит, в баке 250 литров, это полный бак. Рабочая, у него 180, то есть, вот у нас есть. Вот у нас сейчас 20 градусов, показывает. 20 градусов? На улице? Да, на улице. Вот ему 20 градусов там. Неправда. А на улице мы к утру ходим, да. И показано уровень, то есть, сколько здесь у нем залито масла. Есть наклейка, что здесь залито в МГЗ минус 55, ну, скорее всего, это лукойловское масло. Ну, и шильдик, что это модель 45734. Это вот название. Ну, еще пару слов скажу про нижнюю раму. То есть, я уже в прошлых обзорах рассказывал про крану 25 тонн. То есть, тут тоже для облегчения конструкции мы видим, что нижняя рама, она гнется. То есть, она вот в этом месте согнута. В нижнем месте она согнута и сварена на нижнюю полку. То есть, это достигается меньший вес конструкции. Ну, и, соответственно, без уменьшения общей прочности. Потом неплохо стало то, что у нас настилы, они все рифленые. То есть, человек, когда ходит, значит, там в обуви зимой или там на скользком покрытии, он не поскользнется. Ну, и вот эти мелочи, но которые тоже они достаточно такие существенные, я считаю. То есть, вот эти даже там насечки, которые идут на лестнинке. То есть, когда, если просто сделать уголок, все равно ты с него поскользнешься. А эти вот, они уже впиваются в обувь, ты уже залезаешь, не боишься. У нас есть подполье. А, подписчики говорили, что очень круто, что такие вот ящички появились. Да, то есть, вот специально раньше в этом месте стоял гидробак, то есть, его как бы туда, значит, старались ниже сделать. Сейчас это все оставили для крановщиков. То есть, теоретически, он может и вот это все открутить или сделать съемным. Ну, и тут у нас привязан ящик уже для перевозки. Там вот эта крышка, которая впереди, она тоже открывается. То есть, вот для перевозки всего необходимого в работе крановщику, канистры с маслом, там каких-то еще емкостей, там, я не знаю, каких-то... Легкая это? Да, легкая. Научиться только мне ее вставлять. Не умею, видишь. Второй раз будешь ставить, уже вставляешь. Ну, килограмм может она, ну, 8, не больше. Бачок у нас с топливом, который идет на отопитель. Ну, по-моему, здесь стоит планар, отопитель штатный, обычный. Раньше здесь стояло, вот на этом месте, стоял кожух. Вот, а здесь мы видим, что у нас даже вращающее соединение, вот оно, вот это, его называют там самовар или еще как, оно называется гидрошарнир или соединение вращающее, вот эта белая штука. Вот, она стоит прямо здесь, ее видно невооруженным глазом сверху. Ее можно обслуживать, смотреть, наблюдать, как она работает. То есть, это хорошо для работы с краном. Ну, вот они, канат задвижения, то есть, вот эти вот, то, что я говорил, вот эти вот большие резьбы, то есть, они регулируются. То есть, когда в работе крановщик понимает, что у него секции не заходят до конца, ну, надо подтянуть канаты. То есть, это такая штатная процедура, которую должен знать каждый крановщик. Тоже интересное решение, то есть, ставятся поликомпозитные материалы, которые не травмируют стрелу, то есть, не позволяют ее деформироваться, ну, и в то же время опорная часть. Ну, и вот такая конструкция тоже, все на лазере нарезки выпиливается, чтобы можно было его и поднять. Ну, и он еще и крепится для того, чтобы при работе, то есть, когда здесь опираешь гидроцилиндром, его можно закрепить, и все. И он будет вместе с ним в площадке переезжать. Ну, поработаем и видим. Люди нам скажут, кто будет работать, удобно это или нет. Сидение, такое оно, оно регулируется, то есть, у нас спинка, можно вот так вообще. А зачем? Ну, такая, как бы, такая покупка, комплектация такого сидения, что спинка регулируется. То есть, можно сесть и, если ты работаешь, где-то там что-то поднимаешь на высоте, ты теоретически можешь подвинуться, но тебе должно быть видно, что ты там делаешь. Удобно так-то для крановщика, в принципе. Почему нет? Когда у тебя регулировки есть, всегда хорошо. Под спину. У нас новая кабина крановщика у Челябинца. Они ее начали делать уже, по-моему, два года. Она постоянно модернизируется, улучшается. Какие изменения, ну, многие знакомы с этой кабиной, не будем повторяться. Какие изменения вот за последние полгода в ней внедрили? Вентилятор появился, я вижу. Вентилятор появился. Его просто установили на обычном зиме бывает, но тем не менее, да. То есть, ну, многие, скажем, просят вентилятор, его можно направлять, можно обдувать самого себя, если нужно. Появилась сдвижная форточка, что тоже хорошо. Даже вот в такую погоду, в принципе, не сильно, как бы ни жарко, ни холодно. Там сколько градусов, 12, наверное, 14, да? Да. Можно открыть форточку и нормально, спокойно работать. Потом из новшеств у нас работает шторка. Более-менее так она фиксируется на нужном. Она стала, помнишь, мы снимали, она вообще была как это, как сетка от комаров. Да. Здесь она поплотнее, и она реально стала уже от солнца защищать. Ее можно продлевать дальше, то есть, да, вот. Да, если есть солнце, конечно, стрелу не видно в таком положении. Это только надо где-то внизу работать, но тем не менее. Ну, а тут дерни за веревочку, называется, дверь откроется. Лучше продержать. Продержим, да? Все. Ну, так уже приятно. Значит, у нас появился верхний дворник. Они грозили сделать ее ручную, но не сделали. Они оставили ее привод электрический, что, в принципе, неплохо. Достаточно хорошо. Потом, что радует в этой кабине, удобно сидеть. То есть, немножко развернули вот это, получается, педаль газа. То есть, сейчас она раньше была прямо так. Сейчас она нормально. То есть, сидишь и газуешь. По кнопкам, что хорошо, обычно, помнишь, в кран залезали? То есть, все время, когда вот сюда попадаешь, она вон все время бибикает. Ногалич бейт, бейт. То есть, сейчас она утоплена. Здесь и для того, чтобы ее нажать, нужно, как бы, палец немножко увернуть. Тогда она начинает сигналить. Планар у нас работает в трех положениях. То есть, он может работать как отопитель. То есть, можно его включить, и он будет постоянно дуть нужным воздухом. Ну, допустим, тепло вам, вы залезли, холодно, включили, он дует постоянно. Второй вариант, вы выставляете нужную температуру. То есть, вам надо там 25 градусов, или не знаю, там 15. И он догоняет до этой температуры и останавливается. Это второй вариант. И третий вариант, он работает как вентилятор летом. То есть, он просто гоняет по кабине воздух. Чтобы кабина не потела, чтобы было движение воздуха. Три варианта работы. Вот, это штатная кнопка у нас выключения двигателя. То есть, ключом можно завести. Заглушили в аварийном режиме. То есть, что-то случилось, надо быстро остановить. Заглушили. Тут же отсюда можно завести кран. Кран затяжки крюка. То есть, вот такая штука. Все говорят, вот, ваш кран там не поднимает нужные, значит, нужные тонны. Первый, куда надо смотреть, кран затяжки крюка. То есть, просто крановщик, когда затягивал крюк, что она делает? Нажимаешь кнопку, и усилие гидравлическое на подтягивание гака, оно уменьшается в разы. И, соответственно, ну, так скажем, если вы ухудшили, так скажем, подъем крана, чтобы не порвать, там, ни бампер не вырвать. И потом при нажатой кнопке пытаетесь поднять, как говорят, там, мы не поднимаем, там, даже трех тонн под собой, что у вас за кран. Первым делом, я говорю, отожмите кнопочку кран затяжки крюка. Вот эта кнопочка. Так что все ее видите, и она вот здесь находится в кабине. Она простая, и на виду. То есть, раньше были варианты, был рычаг сзади, допустим, на кранах, там, которым, допустим, там, сейчас уже там 15 лет, даже 10. То есть, сзади был рычаг, переводишь его на затяжку крюка, вот в Ивановцах. А тут сделано кнопкой. Вот, еще что можно показать. Ну, вот он, планар. Покажи его вот туда вот. Вот он там. Вот он стоит, он круглый, 4D24. Значит, у нас управление вот это идет, оно идет тросиком. То есть, вот эти тросики, они идут, они вытягивают, значит, нужные рычаги в гидрораспределители, которые стоят за кабиной крановщика. То есть, они достаточно надежные. То есть, тросики бывают разные на кранах. Бывают там ивановские, то есть, на рычагах, вернее, на джойстиках есть тросики. Они, ну, как правило, быстро выходят из строя и достаточно тяжелые. Здесь тоже тросики, ну, они такие прозрачные, легкие. То есть, крановщик, он может видеть, к примеру, какой у него опорный контур. Вот 4,7 на 5,2, тут у него лапа расставляется. Вот на каком вылете, какая у него грузоподъемность, при какой запасовке, при 5, при 4 запасовке. То есть, у нас сейчас запасовка на 4, четырехкратная. Есть режим, когда вам нужно что-то поднять в узком месте, вы подъехали, он это позволяет сделать. То есть, вот неполный опорный контур, зона работы 360 градусов. Вот характеристики. Ну, еще очень удобно, в принципе, вот эта вот подножка, то есть, можно выйти, встать там, протереть. Причем, это особенно удобно, когда кран повернут. То есть, когда вот здесь-то и хорошо есть, куда встать. А если этого нет, то ты находишься на весу. В принципе, это достаточно удобно. Все, мы вам рассказали про 16-тонный кран, а теперь Ольга припасла на самый конец вопроса. Кто никому не нравится, может не слушать. Да, вы можете не слушать. Все, посмотрели. Давай, ты читай, я буду отвечать. Да, мы раньше, до этого снимали с Алексеем обзор автокрана Челябинец. И там, в общем, Игрушкин ТВ пишет, почему не устанавливают громкоговоритель с обратной связью кранового и с тропольщиком. На зарубежных моделях это установлено, даже видеокамера на конце стрелы. Крановой видит, куда отпускает груз, по монитору в кабине. А у нас почему такого нет? Это все можно ставить, и это все устанавливали. Но просто, когда потом выкатываешь стоимость этого всего, все говорят, нет, 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 мне надо кран как можно дешевле. Но вот со всеми вот этими наворотами, и с камерой, и с обратной связью. Обратную связь, по сути, мы ложили в краны. То есть она доезжала, я так понимаю, до детей-перегонщика, который гнал этот кран. До места она не доходила. То есть это все делается. То есть эти оки-токи, которые можно купить в детском магазине на сегодня, они все покупаются. Пожалуйста, купили, пользуйтесь. По поводу камеры, там есть один момент. Нужно тянуть дополнительные провода наверх, на стрелу. На больших кранах, на 50-тонных, на 70-тонных, на 100-тонных такие камеры есть. Но если прошел дождь, либо, значит, какая-то непогода, то камера уже, к сожалению, это не работает. Это та, которая куплена на Алиэкспресс, которая стоит подъемных денег. А та, которая реально защищена, но она будет стоить там нормально, даже не 200 тысяч. Вы готовы? Это 200 тысяч купить камеры себе. Алексей Корнюшин спрашивает, как заменить масло полностью? Масло полностью. Открываете руководство по эксплуатации на автомобильный кран Челябинец. И там в фотографиях указано, как заменить. А если кто не понимает? Не знает русский язык. Не знаю, фотографии не читают, не понимают. Тогда ему надо обратиться в сервисный центр, заплатить денежку, и ему поменяют масло. Сам он не сможет? Он же крановщик, он, наверное, сможет сам. Ну, нужно сначала материальную часть учить, тем более у такой сложной машины, как автокран. Да? Да, наверное, сможет, но надо понимать, что делать. Что делать и какие откручивать, так скажем, РВД, чтобы масло вытекло полностью. А вообще это не сложная процедура. Она, конечно, хлопотная. Нужно вам бочку, как минимум две 200-литровые, чтобы у вас 300 литров масла вошло. А так все делается. Причем с задней части крана. Если кому интересно, я вам могу даже дать ссылку на описание этого руководства. Если кому на самом деле. И можете там почитать, посмотреть. Но опять же читать надо. Читать. Как у нас люди не любят читать. Что делать? Денис Денис написал. Скажите, как растормозить лебедку в случае ЧП? Не только лебедку, но и весь кран можно в существующей конструкции применен. Ручной насос. Пойдем его покажем. Он тут есть. Да, Денис, я согласен с вами, что какое-то время на кранах не было ручного насоса. В последнее время его стали устанавливать по требованиям заказчиков. Ну и, так скажем, людей, которые эксплуатируют. То есть, в зип к крану прикладывается рукав. Такой толстый резиновый рукав. То есть, нужно провести ряд процедур. Открутить в нужных местах РВД. И потихонечку, работая этим ручным насосом, сюда надо вставить какую-то большую монтажку, лилом. И потихонечку складывается. И стрела складывается. И лебедка сматывается. То есть, один кто-то держит, к примеру, значит, рычаг в кабине. Либо он его фиксирует. Вот если ты совсем один зафиксировал, качаешь, у тебя лебедка потихонечку сматывается. Это долго, ну, муторно. Я думаю, что в одиночку человек, наверное, будет собирать кран, может быть, 3, а то и 4 часа. С помощником. Ну, я думаю, за 3 справится. Если у них он полностью расставлен, и все у них, все 4 лапы, стрела на полном вылете, повернута куда-нибудь назад. Чтобы это все сделать. Потому что кедравлик работает потихонечку. И можно привести в порядок. Опять же, в руководстве все написано. То есть, сейчас вот это рассказывать. Если, опять же, интересно, то мы готовы выпустить целый ролик, где показать, каким образом это делается. Да? Да. Ну, это такой недешевый ролик. А, недешевый? Ну, надо будет масло, как бы, да. Стоимость масла, по сути, плюс нормачасы по работе. Да. В общем, Денис Садов пишет еще. Поработал на серии плюс. Немного попробовал, жалко, что не будет выпускать верхний моторчик стеклоочистителя кабины крановщика. На сегодняшний день мы видим, краны выпускаются с моторчиками. Так что, все в порядке, не переживайте. Все хорошо. Завод, видимо, услышал ваши комментарии и решил, Денис попросил. Поэтому, по просьбам, так сказать, людей, эксплуатирующих нашу технику, не будем переходить на ручной моторчик. Пока все хорошо. Ну, в общем, я еще хотел сказать, что у нас есть подписчик Юра СССР. У него есть свой канал, и он очень часто показывает нашу спецтехнику и у себя, и нам отсылает видео, снимает. Так что, если вам интересно, заходите на его канал. Той канал так и называется, Юра СССР. Ну, мы попрощаемся. Подписывайтесь на наш канал Уралспецтранс. Не забывайте задавать вопросы, пишите комментарии, будем отвечать. Да, всего хорошего. Звоните, пишите. Ссылка в описании на эту модель под этим видео. Цена на сайте, если нет, то звоните 54-63-00. Не забывайте, нажимайте колокольчик, палец вверх. Все, всем пока. Да, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.